ДЕСЯТЬ САМЫХ ГРОМКИХ РАЗВОДОВ ЗВЕЗД От любви до ненависти. Один шаг. У меня был пиар и все. Ну, что он некрасивый. Просто мечта жалобы тех, кто разбивает семьи. Ну, случилась с мужчиной такая история. Я реально в него была влюблена. Это искренняя нормальная любовь девушки к мужчине. Мне совершенно все равно, какая стоит печать в моем паспорте о разводе или о браке. Когда человек один, очень тяжело. Хотите узнать больше? Смотрите нашу программу прямо сейчас. Евгений Цыганов ушел от гражданской жены Ирины Леоновой. Мне предложили. Я согласился. И все бы ничего. Мало ли таких историй. Но у Цыганова с Леоновой семеро детей. Причем ушел актер из семьи, когда Ирина еще была беременна последним ребенком. Чтобы рожать такое количество детей, надо, наверное, иметь такого мужа, как Ивана Хлобыстин. Но вот именно человека вот с таким понятием ценностей, да, семейных ценностей. А вот и сам Иван Хлобыстин. Интересно, что он думает о разводе своего коллеги? Он не напоминает сумасшедшего. У нее милая супруга. Я думаю, что нам не надо разбираться в этой истории. Если такая трагедия произошла, тому есть веские основания. Интересно, какие же основания были у Цыганова? Понимаешь, ты мне врала. Я шутил. Я кретин. А ты дерьмо. В начале все писали, что актер просто устал от семейной жизни. Еще бы. Ведь в его случае семеро по лавкам – буквальное выражение. Человек приходит домой для того, чтобы расслабиться. Насколько я знаю, там однокомнатная квартира. Знаете, он правильно сказал – я устал. Ну просто видим, как все рыдают от жалости к актеру. Устал он, видите ли. А жена, конечно, не устала. Хотя испытание детьми действительно может пройти не каждая семья. Кто это была такая маленькая? Это моя жена. Вообще ужасно, когда кто-то разочаровывается. Любое разочарование в жизни сложно, особенно когда есть дети. Каждый определяет для себя. А кто-то невероятный папа и большую часть времени проводит с детьми. Кто-то выбирает любимую и не выбирает детей. Кто-то совмещает и то, и другое. И, значит, это там счастливая семья. Но оказывается, Цыганов ни капельки не устал. Наоборот, полон сил. Иначе как объяснить, что у дядь жены с семью детьми он вновь готов стать отцом? Правда, на этот раз от него беременна не жена, а актриса Юлия Снегирь. С которой у Цыганова роман. Вот уж действительно папа может. Ну, случилась с мужчиной такая история. Но я думаю, что он не бросает детей. Если он как бы подходит к этому по-мужски, то я думаю, что он не оставит детей в любом случае. Здорово. То есть прям даже не к чему вообще придраться. Не только Евгений Цыганов может с беременной женой развестись. Футболист Андрей Аршавин такой же герой. Ушел от жены Юлии Барановской, когда та ждала от него третьего ребенка. Меня они, честно говоря, не интересуют. Мужчина ради новой любви бросил беременную женщину. Ужас какой-то. Что же случилось? Оказалось, все банально. Шершель Афам. Аршавин и не скрывал. Он влюбился. Просто уничтожала бы тех, кто разбивает семья. Ну, чего уж так сразу. Может, там большое и светлое чувство. Хотя эту светлую картину подпортили суды за алименты. Уж очень не хотел Аршавин делиться своими доходами. Точнее, хотел, но по минимуму. Для мужчины важнее дети, как продолжение любви. А как же продолжение расходов? Впрочем, бывшим супругам удалось разойтись полюбовно. И Барановская от этого расставания только выиграла. Кто ее знал до того, как ее бросил Аршавин? Вопрос. А теперь она звезда. Ведет свою программу. Она доказала всем сейчас, что она такая шикарная. Она лучшая, она красивая. Она может быть самой лучшей. И не важно, что у нее трое детей. И не важно, что ее бросил этот мужчина. Она сделала то, что она хотела. В отличие от бывшей жены, карьера Аршавина пошла на спад. Кубок России я хочу выиграть, потому что я его не выиграл. Но, к сожалению, мы уже вылетели с треском из него. Недавно он вообще заявил, что уходит. На этот раз не из семьи, а из футбола. Развод Прохора Шаляпина с Ларисой Копенкиной, которая старше его на 28 лет, скажем честно, никого не удивил. Другое дело новость, что их брак, оказывается, был фиктивным. По крайней мере, так утверждает сам Прохор. У меня был пиар, и все. Дальше больше. Теперь Шаляпин заявляет, что его бывшая жена никакая не миллионерша, а обычный риэлтор. И брак с ним был ей нужен, чтобы привлечь к себе внимание. А с ним и богатых клиентов. Лариса сказала намного востребований. Она стала суперзвездой в России. Так был ли мальчик? В смысле, настоящий брак? Похоже, что и вправду нет. А вот девочка была. Вот она, модель Анна Калашникова. Именно к этой новой любви Прохор ушел от старой жены. Ну, то есть от бывшей. У меня там такая агрессия была. Вот она увела там из семьи. И как там она могла... Так увела или нет? Наши отношения были, они закончили. Поэтому абсолютно могу сказать, на все равно меня никто не бросал. Хотя на Прохора Лариса все равно обижена. За его излишние откровения. Он ушел некрасиво. Он ушел и размазал вот так женщину по стенке. Я думаю, когда-нибудь повзрослеет и пожалеет. Так Прохор вроде уже и не мальчик. 32 года как-никак. Вот уже и сын у него родился. Новая пассия постаралась. Хотя Лариса Копенкина утверждает, еще неизвестно, кто отец этого ребенка. Не его ребенок. Ну, там, может быть, как раз вот это тоже история пиара. Уж кто-кто, а Прохор мастер в пиаре. Одно его якобы родство с легендарным басом Федором Шаляпиным чего стоит. Очень черные, очень жгучие, очень страстные. И прекрасные, как любят. Я являюсь потомком его младшего брата, Василия Ивановича Шаляпина. У Василия был всего один сын, Игорь. Игорь, у которого детей не было. Вообще детей не было. Поэтому и по Василию не получается. Как бы там ни было, Прохор не торопится жениться на матери своего ребенка. Много девушек хороших. Как много ласковых имен. Может, потому что певец привык к другой возрастной категории. Публика моя – это женщины 50+. Братья Меладзе не могут жить без Виагры. В смысле, без солисток группы Виагры. Ради сексапильных красоток Валерий и Константин бросили своих жен, которые подарили им по трое детей каждому. Давай останемся свободными. Шелкаем маски, бросим под ноги. И пусть на их поступках не было логики. Я не умею жить по-другому. А ведь поначалу казалось, братья могут обойтись и без Виагры. Невера, невера, невероятно. Круто, но, круто, но и непонятно. Оба долгое время были образцовыми семьянинами. Ни одного повода для сплетен, ни одной желтой статьи в прессе. Несмотря на то, что их постоянно окружали молодые певицы. Сколько себя помню, по-моему, я жил в этом состоянии влюбленности. Даже, по-моему, в детском саду. У меня учащенно било сердце, и мне хотелось просто смотреть на нее. Смотрел, смотрел и досмотрелся. Валерий первым подмочил себе репутацию. Завел роман с Альбиной Джинобаевой. С детства каждая девочка привыкла, что принц на белом коне. Что он такой и красивый, и смелый, и решительный. Правда, Валерий оказался не таким уж смелым. Он решился на развод только после 10 лет своих отношений с Альбиной. Не хотел обижать жену Ирину. А самое главное, переживал за троих дочек, которых он просто обожает. Я-то общаюсь со всеми детьми. Прекрасно. Другое дело, что, ну, в связи с тем, что произошло, вот, в жизни моей возникло очень много проблем. Часто встречаются мужчины, которые вообще хотят жить вот в таком состоянии там и там. И вот все сидят за столом, сидят старшие дети, сидят младшие дети, и все его любят. Это мечта. К сожалению, редко сбывается. Сейчас у Меладзе уже пятеро детей. Недавно Альбина подарила певцу еще одного сына. Только все успокоились и перестали обсуждать личную жизнь певца, как Меладзе вновь добавил масла в огонь. Но на этот раз не Валерий, а Константин. Чем я, мол, хуже? Тоже хочу Виагру. Я реально, я в него была влюблена. Я верю только в эту любовь, спасет мир. Все мужчины страны мечтают о такой Виагре, как Вера Брежнева. Глядя на нее, и таблетки никакие не нужны. А солнце светит всем одинаково, и глядя моя девочка плакала. Но Вера выбрала молчаливого, тихого Константина Меладзе. Оказывается, у них был долгий роман. Этому даже не помешало то, что певица за это время успела два раза побывать замужем и родить двух дочерей. Жена Меладзе узнала обо всем, как это часто бывает последней. Когда я встретился в Киеве с женой Костей Меладзе той, она говорит, год ходила ко мне, Вера, и рассказывала, что ничего нет. Год ходила, говорит, вы что, чтобы Костя ко мне? Но Виагру в кармане не утаишь. Вот и роман Константина Меладзе и Веры Брежневой стал достоянием общественности. А недавно пара тайно поженилась в Италии. Братья Меладзе дошли до того, до чего они давно и шли. До полной бессмыслицы в личной жизни. Но у многих другое мнение. Нет, это искренняя нормальная любовь девушки к мужчине. Я уже ее поздравлял. Верочка, еще раз пользуюсь случаем. Ты знаешь, я тебе все уже говорил, поздравляю. Это любовь. А любовь всегда права. Если она, конечно, есть. Развод Алексея Чадова и Агни Дитковскита удивил всех. Ведь они так долго шли к своему браку. А можно вас пригласить на балет? Я бы с удовольствием, у меня ребята сожрались. Сходились, расставались. Снова сходились. Мы друг друга очень любим. Мы дорожим друг другом. Не так давно у актерской пары родился сын. И тут развод. Так и хочется задать извечный русский вопрос. Кто виноват? Секс всему голова. Почему вот эти первые браки распадаются? Они распадаются по молодости. Но только ли молодость виновата? Заглянем в интернет. Вот фото, где Агния обнимается с Алексеем. А вот с танцором Денисом Тагинцевым. Так может все дело в третьем лишнем? Ну или не лишнем, а в самый раз? Разводы не связаны с творчеством. Они связаны с недопониманием. И с нежеланием понимать. Вот Агния говорила Алексею. Ты все неправильно понял. Это всего лишь танцевальный проект. А Денис партнер. А здесь он, ревность, вот абсолютно необоснованная, молодая, нездоровая ревность. А когда люди мудрые, думают, господи, как же я был дурак, да? Впрочем, пара рассталась по-хорошему. По очереди воспитывают сына Федора. Друг друга грязью в прессе не плевают. И на том спасибо. Вот мы с моей прошлой женой в хороших отношениях. Но я не могу сказать, что мы, знаете, так сядем и поболтаем про то, какое было время и вообще, а у тебя кто, а у меня кто? Вот это вот пока, это высший пилотаж. Я знаю таких людей, которые так умеют. Но надо в этом быть настолько убежденным, что так возможно. Я не убежден. Но не всем удается расстаться по-хорошему. Марат Башаров развелся с женой актрисы Екатериной Архаровой с громким скандалом. Их расставание было болезненным, особенно для Кати, в прямом смысле слова. Да, выяснение отношений – это то, в общем, что всегда клокочет между людьми. Я знаю очень мало людей, которые не предъявляют претензии, не выясняют отношения. А ведь это была любовь с первого взгляда. Уже на следующий день знакомство Башаров сделал Кате предложение. Девушка, подождите! Будьте моей женой, а! И через три месяца попел ее под венец. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным, искренним? Я прошу ответить жениха. Я не жених. Да, является. Ваш ответ, невеста? Да. Башаров ни на шаг не отходил от своей жены. Она тоже не могла налюбоваться на своего избранника. Супруги уже задумывались о детях. Трое. Но до детей дело не дошло. Как только медовый месяц прошел, в интернете появились сенсационные заголовки типа «Башаров в пьяном угаре поколотил свою жену». Говорит, взревновал. Вот такие высокие чувства. Что же касается Марата Башарова и его рук, потому что, очевидно, он распускал руки. Но я считаю, что женщину бить нельзя. Это как бы вот мое кредо. Люди готовы мириться с недостатками друг друга, готовы закрывать глаза на какие-то там негативные вещи. Но Катя не захотела закрывать глаза на рукоприкладство и все рассказала прессе. Ее тут же кинули защищать лучшие феминистки России. Мария Арбадова, Катя Гордон. А вот многие актеры встали на сторону Башарова. Он же муху не обидит. И вообще, такой душка. Очень обаятельный в жизни мужчина. И, наверное, многим стоит великого искусства удержаться от его обаяния. В итоге обаятельный мужчина чудом избежал статьи. Супруга Башарова отказалась от обращения в суд. Дождалась, когда синяки пройдут. И полюбовно развелась с агрессивным муженьком. Я не знаю, опять-таки, что происходило в семье Башарова и Кати. Они милые люди. Но факт один. Нельзя трогать человека. Если ты не можешь доказать словами, уйди. Если развод Цыганова для многих стал неожиданностью, то развод Галины Даниловой пророчили с первого дня свадьбы. Ведь актриса, известная по комедийному шоу «Шесть кадров», выбрала себе в мужья гражданина Турции. Отлично. Значит, идем в ресторан. Да еще младше на 17 лет. Все в один голос твердили влюбленной женщине. Он тебя просто использует. «Восток, дело тонкое». Турецкий мужчина знакомится с девушкой, сразу смотрит, что у нее здесь есть. Ну, фактически, каждый второй мужчина, очень много мужчин, они чистые альфонсы. Вот и молодой турецкий муж Даниловой очень быстро сел ей на шею, свесив свои загорелые ноги. Актриса терпела-терпела, а потом решила. Такая восточная сказка не для нее. Восточные сказки, зачем ты мне строишь? И отправила своего мужа, кстати, четвертого по счету, обратно в Турцию. Такие вот ответные санкции. У нас с папой сейчас некий переломный момент. Да? Переломный некий. Уж очень важен менталитет, воспитание поколенческое. Я видела такие пары. Это все ненадолго. Я считаю, где родился, там и пригодился, там и сгодился, там и любовь свою нашел. Самый оригинальный развод состоялся у Елены Прокловой и Андрея Тришина. Супруги развелись, а через месяц помирились и снова живут вместе. Под одной крышей, уточняет актриса. Просто как родственники. Слушай меня, ты дурачок, все равно не найдешь. Я же у тебя единственная. Когда человек один, очень тяжело. Кто-то есть, наверное, одиночки, которым ничего вокруг не надо. И то, я думаю, бывают моменты, когда они страдают. Ясное дело, страдают. Андрей Тришин у Прокловой уже третий по счету муж. Сколько можно менять? Женская душа просила стабильности. Ради Андрея актриса даже забросила карьеру. А это дорогого стоит. В этом с ним я чувствую маленькой хозяйкой большого дома. И чувствую себя очень защищенной именно в силу его такой не актерской сущности. Мне захотелось семьи. Мне захотелось нормальной человеческой жизни. 30 лет Проклова жила этой нормальной жизнью. А потом началось. Чего это муж стал уделять не меньше внимания? А тут еще, как назло, статью прочитала, что развод как лакмусовая бумажка. Хочешь, мол, узнать человека? Отведи его в ЗАГС и скажи там, не будьте моим мужем. Проклова подумала и так и сделала. Лакмусовая бумажка, это, знаете, так красиво сказать. На самом деле, если люди нашли себе силы, чтобы остаться в приличных отношениях, это здорово. Эксперимент Прокловой показал. Муж отличный. Ни тебе скандалов, ни дележа имущества. Правда, штамп о разводе от этого никуда не делся. У меня совершенно все равно какая стоит печать моего паспорта о разводе или о браке. А вот коллеги Прокловой уверены, они с Тришиным вновь будут вместе. И уже не как родственники, а как нормальный муж и жена. Все, что вам всем нужно от меня, в конце концов. Стой! Слава Богу, Саев с ней распался. И я даже в комсомолке читала, что Тришин сказал, что я больше никогда не женюсь, потому что я люблю Лену. Если они 30 лет прожили, то и остались в одном доме, то я думаю, что это даст Бог до конца. Меня всегда удивляло мамина качество восстанавливаться после каких-то неприятных событий в жизни. То есть она может немного погрустить, а потом взять, решить, что-то сказать. Вот я счастлива. Одно дело развестись с обычным мужем, а другое с английским лордом, да еще и миллионером. Но русскую супермодель Наталью Водянову это не остановило. Она забрала троих детей и была такова. Я не думаю, что дети думают таким образом, с кем он лучше, потому что они привыкли к такой космополичному образу жизни. Поэтому они, в принципе, очень любят куда-то ехать, что-то делать. Для них это очень интересно. Отношения Водяновой и Портмана начались как сказка. Тогда все охали и завидовали русской модели, девушке из простой семьи. Такого мужика отхватило. Но тут еще вопрос, кто больше выиграл. Ведь состояние Водяновой оценивалось в миллионы долларов. Это хорошо, что она работает. Это хорошо для нас как пары, потому что я не работаю. Если бы она еще ничем не занималась, то, наверное, у нас было бы больше времени для разного рода дискуссий. Но дискуссии рано или поздно все-таки возникли. Ведь наследный лорд ничем не занимался. Жил на доходы от фамильных замков и земель. И, как оказалось, весьма скромные доходы. Большинство этих людей прекрасно понимает, что жить на доходы от, скажем, земельной собственности или на ренту, которую они получают, будучи ранде, не всегда надежно и не всегда интересно. И когда жена начинает зарабатывать гораздо больше мужа, когда она все время на работе, мужик постепенно, если он особенно еще и не работает, или заработает, но получает в 10 раз меньше, он начинает себя чувствовать ущербным. Мужчина должен зарабатывать больше женщины. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это уж не семья. Это еще Гоша, он же Гога, он же Жора сказал. Но что делать, если женщина миллионерша? Сейчас она живет вместе с французским миллиардером Антуаном Арно, которому недавно родила ребенка. А сейчас ждет уже пятого ребенка. Пятого, пятого ребенка. Я думаю, что она просто как кошка. Молодец. Я за нее рада. Я вообще рада за всех женщин, которые поднимают демографию. И вообще, действительно, детей должно быть больше. Наталья – девушка, которая пробивает этот танк. Что встретилась у нас с мужчиной, точно таким же. Мужчина, который прочно стоит на ногах, мужчина – карьерист. Она понимает, что она лучше его не встретит. Это равный брак. Чернокожая супермодель Наоми Кэмпбелл и русский олигарх Владислав Доронин разбежались по разным сторонам и странам. Наоми Кэмпбелл – это бешеная пантера, которую невозможно обуздать. Она может кинуть телефоном в лицо. Все-таки эта женщина должна быть поспокойнее чуть-чуть. А ведь это черно-белое кино смотрел буквально весь мир. Получится, не получится. Но мне кажется, что каждому богатому мужчине всегда хочется, чтобы рядом с ним была какая-то звезда. Хотя некоторые считают, что все это предрассудки. Разговоры про разные менталитеты. Нету нации, нету стран, нету государства. Это все условности. Мы все единый, один большой организм. Все человечество – это некая такая одна материя. В интернете одни судачили, что Наоми сбежала из России, потому что замерзла тут, видите ли. И меха, подаренные Дорониным, не помогли. Другие – это олигарх, ее поматросил и бросил. Захотел помоложе. И ведь нашел. Его избраннице 22 года, и она ждет ребенка. Вот-вот. И чего на заморских девиц смотреть? Своих, что ли, красавиц не хватает? Мы такая сильная страна, мы такая нация, у нас такая кровь, гены. И гены, и славы, и Сережа. Хотя, может быть, и не важно, это для счастливой семейной жизни. Главное, чтобы человек был хороший. Десять самых новые рейтинги в наших новых программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова